Проезжая деревню Высокое, можно заметить одноэтажное белое здание. Раньше это был ФАП, фельдшерско-акушерский пункт. И функционировал он, по словам местных жителей, на честном слове. Работать, это просто ужас. У меня было не воды, ну ничего. Тут было убожество, убожество. Наверное, я не знаю, наверное, с 70-х годов. Наверное, еще даже, может, раньше. И вот с этих времен тут бутылки у нее с водой стояли, и как она людей тут принимала, естественно, что у нее нервы сдали уйти отсюда. На самом деле здание-то построено не в 70-м, а в 1900-м году. С тех пор так и работал. Туалет на улице, вода в бутылках. В общем, говорят жители, фельдшерс здесь был до последнего. Уволилась врач в 2021 году. Простые уколы уже научились мы сами делать. А вот чтобы внутривенно сделать уколы, надо, значит, ехать в рыбные. Там здесь ети, чтобы только у нас начинается делать уколы, а оттуда автобус идет только в час. И то он здесь не останавливается, она останавливается, как в деревне Старое Селёное, на 2 километра 200 метров идти. Как с внутривенным уколом, идти человеку более 2 километров. А так и ходили, говорят жители Высокого. Альтернативы-то нет. Писали во все инстанции. Дескать, факты есть, только оборудований и работников не хватает. В результате вмешательства прокуратуры Минздравом проводятся мероприятия по закупке. Здесь не хватает 17 единиц медоборудования, которые по списку требуются. И принимаются дополнительные меры к поиску работника, фельдшера. Здание отремонтировали за деньги муниципалитета. Появились и водопровод, и батареи, необходимый минимум, которого так не хватало раньше, говорят жители. Сегодня им устроили экскурсию по отремонтированному зданию. Помещение, в котором мы сейчас с вами находимся, это процедурный кабинет, совмещенный с прививочным кабинетом. Здесь будут находиться холодильники, манипуляционные столы, то есть все то оборудование, которое необходимо для условно чистой зоны, в которой проводятся либо инъекции, либо проводятся профилактические прививки. В соседнем помещении будет смотровой кабинет. Здесь будут осматривать женщин на предмет возможного выявления патологии со стороны женского здоровья. А самое большое помещение непосредственно кабинет фельдшера. Тут врач и будет работать, осматривать жителей Высокого. Этого, говорит главврач, достаточно для работы фельдшера в условиях ФАПа. Вопрос остается только в самом фельдшере. Либо мы берем на работу нового фельдшера, либо перераспределяем работу своих средних медицинских работников таким образом, чтобы с определенной периодичностью наш фельдшер появлялся здесь для начала, для выполнения, в первую очередь, профилактических мероприятий с населением. По словам Юрия Гуреева, оборудование здесь появится через месяц-полтора. Тогда же фельдшерско-акушерский пункт начнет работать. Местные жители шутят, что в сентябре пойдут в ФАП, как дети в школу. Может даже к фельдшеру, который тут будет работать на постоянной основе.